Всем привет, с вами МорВК и обзор на новинку, на первый гибридный корабль в игре, который совмещает в себе линкор и авик. Расположился он на шестом уровне и носит имя Эссе. Итак, сегодня нам как и всегда предстоит оценить характеристики корабля, сборку в которой я играл и подвести общие итоги. Так что не будем тратить время на лишнюю болтовню, а перейдем к делу. Для начала взглянем на выживаемость корабля в бою, которая зависит от живучести, маневренности, маскировки и ситуативно от чертовски отвратного автопилота, но об этом мы позже. А пока оценим вышесказанные характеристики, тем более там некоторые цифры могут подкупать искушенных воинов своей мощью. Например, живучесть у нас топовая для Илка на шестом уровне. Запас очков боеспособности 58700 при ПТЗ 26%. Только вот это ни о чем особо не говорит. Здесь брони-то крутой нет. В бою корабль очень сильно получает по лицу. Например, полубронебойки нас пробивают замечательно. Спасти от урона может либо мистика из мира все работает правильно, то бишь определенный угол для рикошета, либо попадание в башни и небольшую часть бронированного каземата в корме. Там 149 миллиметров брони. Все остальные части этого величественного полуавика обладают куда меньшей броней. На носу и в корме обшивка 26 миллиметров, но бортину прикрывает 32 миллиметра. Также палубу здесь от 35 до 44. И для ПББ это не особо имеет смысл. Но вот для противостояния фугаса плюем это важно. В результате фугаса нас карают также замечательно. Только легкие крейсера без инерционки и эсминцы должны именно выцеливать для нанесения урона надстройки. И с этим у них проблем походу нет. Ибо попадали в меня легко и непринужденно. А если еще и на пожары врагу везет, то просто красота. Я даже нередко видел такую картину, что висят на палубе у меня три точки возгорания. Само собой не везло. Но завешивал мне это один корабль, а не под фокусом я воевал. Сложилось стойкое ощущение, что пожароустойчивость тут какая-то слабая. Ну а что касается противостояния ББшкам, то в позитивном ключе тоже ничего не впечатлило. Хотя брони у нас за обшивкой прилично. Бронепоезд до 299 миллиметров, так еще и цитадель доходит до 140. Там в модельке это все выглядит забавно, как будто заплатки. Где-то стали побольше, где-то поменьше. Только в конечном итоге шатает нас сильно. Может циты и не часто достают, но вот беляк вынимают приличными кусками. В этом, пожалуй, и беда, что рассчитывать на что-то не приходится. Бывают, конечно, на рандоме панамы рикошеты и все другие прелести ВБРа. Только вот мне явно не понравилось на этом выживать. Тем не менее, конечно же какой-то урон мы держим. Все-таки боеспособности много. Плюс что-то хилка чинит. Она, кстати, абсолютно обычная для класса. Но получается визуальное ощущение, что ты на ИЛК присутствует, а по потенциальному урону чего-то достойного не выходит. Причины этого я вижу в двух вещах. Первая это косвенная. В нас впихнули личинку авиководы, и пока вы где-то там летаете, ваш корабль управляется автопилотом. Или просто плывет по тому курсу, по которому вы шли. И вы не можете им управлять, и хотя бы минимально уклоняться от вражеских залпов при подсвете. Таким образом, если вы устойчиво упарываетесь в парулить самолетиком, то можете подставить себя как боевую единицу под урон. К этому, я думаю, мы позже вернемся. А пока вторая причина. Куда более примитивная. Маневренность. И она так-то неплоха, если оперировать голыми цифрами. Но когда ее дают такому крупному кораблю, она не имеет под собой ярких плюсов. Так, максимальная скорость хода без сигнала Sierra Mike 24,5 узла, при циркуляции в 750 метров, и времени перекладки рулей в 14,8 секунд без улучшений. Действительно, это достойные цифры и вполне в японском стиле. Корабль идет по волнам и пенку создает нормально, не сильно отстает от крейсеров и хорошо подключается как к атаке, так и в оборону перестраивается без проблем. Но из размеров по нему частенько легко попадают. Особенно, что примечательно, именно в авиационное дупло на корме. В целом же, трудновато как-то отмансить вражеские залпы выходят. Или резко появившиеся торпеды. Может быть, не везло, потому что, к примеру, при практически схожих параметрах, у меня таких проблем нет ни на Фусо или Хьюго. Здесь же просто управление вымораживало. А радость, принятие и хоть какую-то уверенность в бою, что можно местами повыживать, несла удивительным образом маскировка. Она неприлично хороша только в рамках линкоров японского флота. Базовая заметность кораблей 15,8 километров, а самолетов 9,8. Ну и, конечно же, стоит сразу все это улучшить и камуфляжем, и перком капитана. Если это сделать, то заметность кораблей становится 13,8 километров, что позволяет получать нехилую такую тактическую инициативу местами. Главное, суметь ее реализовать. А так очень часто можно отсветиться и выйти из боя. За нами остается право первого выстрела по множеству целей. Можно где-то агрессивно сблизиться и резко подключиться к сражению, что с учетом кое-каких ТТХ и в принципе концепта гибрида показывает себя эффективно. Короче, если бы не было этого параметра, я бы реально бомбил от этой посудины. А так просто пригорал. Ну что ж, подведем промежуточный итог по выживаемости. Очков боеспособности много, ПТЗ имеется, броня присутствует, но предпочитает делиться со всеми уроном. Маневренность, кроме как перетаскивать нашу тушу по карте ни с чем не справляется, а нагиб и успех в бою во многом зависит от реализации маскировки. Последнее, что отмечу, отсутствие интересных расходников. По стандарту типичные ремонтные и аварийные команды. Вот теперь можно перейти уже и ко второй части обзора, а именно к вооружению. Скажу, что на фоне нашей способности уничтожать корабли, к выше озвученным параметрам у меня вопросов вообще нет. Начнем же с ГК, ибо все-таки мы больше линкор, чем АВИК. Орудие у нас представлено калибром 356 миллиметров, расположены в четырех башнях по два ствола. Можно сказать, что огневая мощь где-то на уровне Конга. И то у нас, наверное, местами превзойдет. Но не будем сгущать краски. Сначала о позитивном. К плюсам орудий можно отнести перезарядку. Она здесь без экспериментов. Просто старые добрые 30 секунд. Время перекладки орудий также не смущает. 45 секунд требуется, чтобы преодолеть 180 градусов. Этого без проблем хватает в дальнем бою или на средней дистанции. В ближнем же могут возникнуть трудности. Но если идете в атаку, то риски нужно было оценивать заранее. Также очень недурно смотрится возможность стрелять на дистанцию в 21,4 километра. Но это вполне типично для японских ЛК. Найти же себе цель для атаки нетрудно. Частенько всех видим, выбираем тех, кто подставляется, и ведем по ним огонь. Тем более стрелять-то на большую дистанцию нетрудно. Баллистика и скорость полета снарядов в норме. По ЛК и АВИКам всегда можно брать упреждения без проблем. По крейсерам рабочая дистанция километров до 16, по эсминцам до 10-12. И вроде как все звучит неплохо, но боже мой, как мне поджигали пятую точку углы стрельбы и точность. В целом же, почему-то от точности веет вечным обломом. При рассеивании снарядов в 238 метров, что неплохо. Снаряды визуально летят даже к цели преимущественно кучно. Только на подлете, видимо, ссорятся и разлетаются так, что нифига не попадают. Это просто бесит. Залп за залпом ты это видишь. И поначалу-то терпишь. А вот на бой так десятый уже нет. Классическое ощущение, что ты играешь на отходах жизнедеятельности и на непереваренных остатках пищи, тебя не покидает. Ну да ладно, бог с неисточностью. Это ЛК, их рандомят, залпы в пустоту, куча сквозняков. Урон потихоньку через бомболейла бьется. Но что важнее, это отвратительно некомфортная корыта из-за углов стрельбы. Они приемлемы только если вы кого-то атакуете. В атаке, ну, все еще относительно нормально. Можно подворачивать и стрелять фулл залпом. Но как часто в игре идут атаки? Уж явно реже, чем вынужденная игра от обороны. Рано или поздно вы начинаете отступать. И обнаруживаете, что две центральные башни, условно кормовые, из боя выключаются напрочь. То есть носовыми еще можно доворачивать и стрелять при отступлении. Но вот кормовыми нужно встать к противнику чуть ли не бортом, чтобы стрельнуть. Таким образом, и без того немногочисленная, кривенькая ГК теряет 50% своей мощности. Не, ну можно, конечно, и доворачивать, чтобы стрелять. Только если вас подловят, то леща вы получите знатного. Королевского. Это на самом деле накаляло ненависть кораблю до предела. Что передать это я вам могу только на стримах. Здесь же просто попытайтесь понять. Эти два минуса превращают игру в рандомный ад. Последнее же, чего тут коснемся, это снаряды. Они для калибра непримечательны. Такие же у Фусо. Фугас имеет альфу 5700. Шанс пожара 25% пробивает 59 мм брони. Стреляем ими по насостоятелям или целям, которые активно маневрируют и наши ББшки их не берут. Теперь, что касается ББшек. При пробитии в цитадель урон у них 10200. И нормально пробивают они только крейсера. Из ЛК часто урона практически нет. Опять-таки дело рандомное. Но ББха все равно остается основным снарядом. Нужно стараться выцеплять бортоходов и надеяться, что сервер позволит вам надамажить. В общем-то, вот такая вот получается огневая мощь. Там еще осталось у нас ПМК, но оно бесполезное. Если с кем-то сблизитесь до 5 километров, то увидите, как оно стреляет. Профита в нем я не вижу, равно как и смысла в улучшении. Хотя, будь оно изначально дальнобойное, то можно было бы и вкачать. Интересно могло бы получиться в концепте врыва, стрельбы двумя башнями носовыми и применении авиации. А так, ну, ерунда это все. Теперь же перейдем к тому, почему мы ноу-хау игры. В корме нашего эссе окопались авиководы-рецидивисты, отстроили себе ангары и настойчиво теперь хотят, чтобы вместо праведного залпа с ГК вылетали на самолетиках. И знаете что? Да блин, после минусов ГК, боев так через 5-10, ты на эти самолеты с радостью прыгаешь и нафиг улетаешь. Я бы сказал, что даже ждешь того, чтобы они были готовы к запуску. И делаешь ты это не потому, что авиационная ударка тут крутая, а просто потому, что от нее тупо меньше бомбит. Теперь давайте о деталях. У нас одна торпедная авиагруппа, которая содержит 4 самолета. Боеспособность каждого 1820, что плюс-минус равно боеспособности всех торпедоносцев на уровне, кроме немецких. Также нужно учитывать, что крейсерская скорость у них 122 узла, а под форсажом, который длится 10 секунд 140. Это важно, потому что самолеты медленные и не стоит их поднимать на полеты на большие дистанции. Иначе ваша ГК заряжается быстрее, чем вы долетаете до цели, и вместо стрельбы вы где-то там летаете. И все ради чего? Ради того, чтобы загнать эти невпечатляющие торпеды, которых, к слову, в пуске много. Каждый самолет несет по 2 торпеды, максимальный урон у которых 2767, а скорость хода без улучшений 35 узлов. То есть нужно будет привыкнуть к правильному упреждению, для того, чтобы больше торпед достигали цели и наносили крохи урона. Сама же группа первый раз перезаряжается 120 секунд, то есть вы не можете в начале боя сразу поднять самолеты и полететь, к примеру, на разведку. А потом по ходу боя перезаряжаются непонятно как. Какой-то цифры в ТТХ я не нашел, а по личным наблюдениям это секунд 80, иногда 70. Может я что-то не понял, что-то не заметил, но странно все это. Важно здесь вот что. Самолеты малоэффективны против быстрых или подвижных целей. То есть большинству крейсеров, и тем более эсминцам, мы ничего не сделаем. Загнать фулл веер в кого-то нереально даже из ЛК. Это нужен противник с длинным корпусом. К примеру, наибольшее количество попаданий я делал в Фусо в Ангард Худ. Ну и к этому еще добавьте, что на атаку надо зайти удачно, что задачка тоже та еще. Также не стоит летать на группу кораблей. Самолеты очень легко сбивают, а вот для атаки одиночных целей мы подходим. Помимо этого, вполне уверенно можно еще подсвечивать эсминцы. Что примечательно, если вы находите эсминец километров до 15, то проведя атаку или просто отозвав на нем группу, у вас хватает времени, чтобы сделать туда залп с ГК. Тут уже главное, чтобы орудия были повернуты в нужную сторону. К слову, с этим часто проблемы. Ведь пушки смотрят туда, куда вы смотрели на момент взлета группы. Ну и в итоге получается, что урон от авиации минимальный. Но есть разведывательный потенциал и интересный геймплей при сближении. Когда ваши самолеты могут быстро долететь до цели, так наиболее захватывающие бои у меня были при таком формате. Идете в атаку, когда это возможно. Делайте залп, желательно всеми орудиями. Доворачивайте потом корпус носом на противника и поднимаете ударку. И пока ГК заряжается, атакуете корабли. Может быть не всегда эффективно, но часто вы их разворачиваете, что позволяет на момент возвращения к управлению кораблю сделать более удачный залп именно с ГК. Вот реально, только на таком геймплее этот корабль меня хоть как-то радовал. Если играть полноценно в ЛК, он бесит. Если упарываться в самолеты сильно, то тоже толку мало. А вот при рациональном применении, как это и положено, каждого вооружения выходит некий баланс. Не нагиб, а именно приемлемый результат. По крайней мере для меня. Отмечу, что каких-то больших успехов я не достиг, но уверенно выбивал за бой 70-80 тысяч. Бывало порой и похуже, но вот сильно лучше точно не было. К примеру, я с уверенностью могу сказать, что на других одноклассниках я могу куда существеннее быть эффективным в бою. Здесь же нифига не получается. Плюсы гибрида это разведка, но платим мы за это специфичным ГК и не такой уж на самом деле сильной авиацией. А мы продолжим и перейдем, пожалуй, к последнему параметру, который вполне себе неплох. Речь идет о ПВО. У нас есть 6 разрывов с диапазоном действия от 3,5 до 5,8 километров. Урон каждого разрыва 1260. Помимо этого, дальняя аура достает до 5,8 километров, а урон вниз 165. Ну и еще есть ближняя, до 2,5 километров и уроном 263. Условно, нас все равно атакуют, но четвертые авики мы сбиваем замечательно. Порой они даже атаку сделать не могут. Шестые авианосцы, потеряв пару раз группу, уже весьма задумываются, а стоит ли на нас летать. Ну а восьмым авиком мы не особо-то угроза, но в группе кораблей являемся существенной частью ПВО ордера. Ну а если рассматривать какую-то глобальную борьбу с авиацией, то лучше соло не шататься по карте. Как и всегда, необходимо придерживаться союзников, при возможности срывать атаки маневрами. И если еще дополнительно перекладывать сектор ПВО, то тогда особых бед в бою с авиками нет. Это на самом деле реально приятный параметр для своего уровня. Здесь даже добавить больше нечего. Вот, по сути, как-то так и выглядит этот корабль по своим характеристикам. Теперь же перед итоговым мнением пройдемся по сборке. Модернизации я установил такие. Первый слот основное вооружение, второй слот системы борьбы за живучесть, третий слот системы наведения, четвертый слот энергетическая установка. В принципе, можно смело заменить на рули, и тоже будет хорошо. В плане же перков я сделал упор на фулл живучесть, хотя от этого порой можно отойти при желании и, например, усилить ПВО. Смысл вполне себе в этом есть, но я все-таки играл в живучесть, поэтому ставил профилактику, наводчика, отчаянного, противопожарку, мастера маскировки, мастера противоаварийных и ремонтных работ и основы борьбы за живучесть. Последнее же, чего тут коснемся, это боевые сигналы. Берем обязательно Сьерра Майк, Новэмбер Фокстрот, Индия Дельта, Индия Янки, Джулит Янки, Новэмбер Эко и Джулит Чарли. Вот как-то так получается я и играл. Вполне себе уверенная сборка. Ну а теперь подведем итоги. Корабль интересный, ну то есть это реально уникальная дичь, которую привели к балансу через определенные ТТХ. Я думаю, кто слушал внимательно, все понимает, повторяться я не буду. Отмечу лишь такие, как по мне, важные моменты. Как линкор, эссе бесполезный или слабый. Мы не можем реализовывать все ГК полноценно. Мы не можем проводить качественную оборону на том фланге, где играем. Нашей мощности не хватает, чтобы убить быстро противника. Даже не то, чтобы за один залп, а порой за три, пять, десять при стрельбе в бортины. Иногда стреляешь так много, а выхлопа практически нет. Минимальный, конечно, если будут регаться циты. В плане артиллерии наибольшую угрозу, повторюсь, что мы представляем крейсерам. А вот с остальными справляемся через терпение и труд. В то же время, наша авиация наиболее эффективна против линкоров и авиков. Иногда бывает даже выгодно, чтобы под шумок слетать и проатаковать именно авианосец, который стоит на месте. В любом случае, злоупотреблять авиации не стоит. Вы слишком беззащитным в это время оставляете свой корабль. И если отдаете его еще под управление автопилота, то готовьтесь к тому, что частенько это ни к чему хорошему не приведет. Этот автопилот управляет ужасно, особенно, если приходится проходить вдоль островов. Ты, главное, ему говоришь двигаться вперед, а он решает, что сначала надо назад. Ну и само собой, если вас в такие моменты подсвечивают, пока вы летаете, то под управлением корабль возвращается уже абсолютно не с той боеспособностью. Ну он ведь стоит же практически на месте. Идеальная цель. В то же время, авиация забавна, по той схеме, которую я уже описывал. То есть сближаетесь, стреляете, поднимаете группу, быстро атакуете, снова стреляете. Интересный концепт в атаке, единственный реально, как по мне, плюс корабля. Ну и если остались против эсминца, то можете его обнаружить. А вот убить уже навряд ли. Только если он шотный. Ну, можно, конечно, пытаться и убить фулового. Только сколько на это уйдет времени, неизвестно. В целом же корабль получается относительно эффективным. Когда и ГК не сильно подводит, и авианалеты были результативными. Только как-то редко так звезды сходятся, и такое выходит. Тем не менее, средние показатели за бой, как я уже говорил, у меня получились где-то там до 80к. Это для шестого уровня не дурно. Так что судите сами, надо вам такое изощренное творение, и хотите ли вы преодолевать все эти трудности, или нет. Что же касается фарма, то он тут не особо-то и есть. Но мы и прем шестого уровня. Че с нас взять-то? Корабль нужен скорее для каких-то вот таких новых впечатлений, и может быть, эпизодического нагиба. Только не забывайте, что на постоянке его точно не будет. А на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Ставьте пальцы вверх или вниз. Это тоже важно. Подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Вступайте в ряды спонсоров. Ну а мы с вами увидимся в боях. Всем пока.